всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сладкая моя котичка моё солнышко я с наглала им говорят что я его мало снимаю не снимаю я его мало ну да вот так вот у меня ощущение депрессии у кота он это на улицу перестала выходить выходит теперь только на балкон и все мою солнышко вредина он вредные самый главный из хвостаток у нас семье вот так вот но сегодня в лоб не об этом сегодня я буду готовить много готовить и буду готовить на неделю хочу наготовить на несколько дней я экспериментирую я не знаю в планах меня на готовить много всего но я не знаю насколько мне это дней хватит с учетом того что на неделе муж будет приезжать на обед на обед он сказал что он не хочет никакой есть суп поэтому я готовлю много не за может быть я планирую что как минимум я на 3 возможно на 4 мне хватит по поводу заморозок да я очень хочу делать такие заготовки заморозки там котлетки там мясо и что-то такое но мне нужно как-то это все дело спланировать съесть закупиться и разом сделать вот и заморозить причем я хочу так делать раз в месяц примерно так чтобы у меня было такое nz скажем так вот так что сегодня будем много готовить и начну я с того что поставила отвариваться свеклу свекла это у меня с огорода моя многострадальная которая выросла вот такая не все она уже больше не растет она начинает гнить вот такая мелкая прямо в этом году но мне жалко и просто выбрасывать поэтому я решила ее отварить и сделать салатик с чесноком сметаной солью в общем просто потереть ее на терочке вот поэтому поставлю ее пока варить вот такую ну такая у родилась не знаю я думаю что я просто плохой сорт взяла потому что вроде расстояние выдерживала но как-то что-то пошло не так и капустам сорвала тоже с огорода капусту но она у меня треснула в итоге то есть не дождалась моего вдохновения я решила потушить капусту с сосисками обожаю это блюдо девочки я не знаю просто это нечто это вкусно ира моего детства я ее режу на самом деле вот как порежется только не так как обычно режут на борщ на борщ делают такими длинненькими да а я ну как бы такими кусочками в общем я думаю вы поняли да видите как я ее режу можно добавить в это блюдо обжаренный лук но я этого делать не буду я ее вначале протушиваю просто ну добавляю водичку да она у меня просто тушится вот я целую целую прям кастрюлю потому что я сама очень люблю это блюдо и я ем его могу ну на обед съесть да или на ужин просто так вот муж мне не особо но тоже наверное поезд на обед вот я заливаю буквально я не знаю чуть меньше стакана воды и ставлю тушиться вот эту часть я оставлю потом среди недели сделаю просто салатик там капуста морковка знаете ну такой или там еще огурчик ну в общем какой-нибудь салатик со свежей капустой поэтому в общем заквашивать в этом году я не буду капусту ну ладно вот еще поставила отваривать грибы это который мы собрали в лесу я их замачивала это кто у меня это горькошки добавляю немножко соли и отвариваю их уже до готовности я буду делать гречу с луком и грибами будет очень-очень вкусно здесь у меня как раз варится свекла тушится капуста в общем все кипит бурлит в этом видео вы постоянно будете видеть мою грязную плиту но я так сказать в процессе поэтому извиняюсь я ее до готовки не стала мыть по по-моему уже после того как все на готовлю и вот сосиски мои замороженные сосиски я их вытаскиваю и немножечко промываю в теплой водой чтобы легко снять вот эту шкурку и нарезаю замороженными а так они нарезаются очень легко удобно быстро и это как раз меня капусти капуста уже вся протушилась и в эту капусту я буду просто добавлять еще черный перчик соль и томатную пасту все и вот сосисками с томатной пасты со специями да она мне еще потушится под крышечкой ну не знаю там буквально может быть минут десять чтобы все скажем так ингредиенты сдружились друг с другом и было очень очень вкусно вот такую капусту я люблю есть в холодном виде вот ну а здесь буду делать гречу греча у меня уже отваренная и поэтому я ее просто чтобы оно было вкуснее скажем так чтобы ее съели в итоге я в нее просто добавлю точнее как вот я сейчас обжарю грибы до с луком вместе и потом в сковородку сверху кладу гречу я так очень часто делаю просто перемешиваю знаете вот бывает остается там немного гречи никто не хочет ее доедать а когда вот так вот с грибочками с лучком и сделал и уже как бы и блюдо вроде новое и гречи не пропала кстати я очень люблю выбрасывать продукты именно поэтому я стараюсь вот как-то вот как-то что-то такое делать чтобы не выбрасывать не знаю это наверное мое детство детство у меня бабушка жила в блокаду в ленинграде и вот у нее был такой пунктик насчет еды и видно мне это передалось тоже вот уже готова моя капуста и я ее буду перекладывать сразу в контейнер и она когда остынет уже будет такой более густой то есть вот это вот соус скажем тогда который внутри нее он загустеет перекладываю в контейнер потом остынет и я соответственно уберу уже в холодильник но еще на ужин конечно же я ее поем потому что очень люблю и гречка вот перемешала ее на сковородочке с грибочками также приложила в мисочку сейчас остынет и буду убирать также я сейчас буду делать крошку картошку я правда много раз показывала как я ее делаю сейчас буду показывать как я делаю когда у меня нет крупной картошки вот одна у меня крупная и теперь я просто по две картошки вот так вот заворачиваю и буду ставить в духовку при температуре 200 градусов вот такие я ставлю на полтора часа пока у меня будет запекаться картошка. Я делаю такой детский вариант вместе с сосисочками, колбасками и так далее. И здесь у меня свининка. Я ее буду делать на сковородке ВОК вместе с овощами. И на гарнир я буду подавать рис. Можно, конечно же, лапшу любую, какая у вас есть, грубо говоря, тоже будет очень вкусно. Но мне почему-то захотелось с рисом. Не знаю, как там надоели вообще все макаронные изделия нашей семье, поэтому вот так вот. Я мясо перед обжаркой буду мариновать. Это специи у меня с iHerb, то есть просто специи, соль, и какое-то время у меня полежит это мясо. Здесь у меня баклажаны, я их уже предварительно замочила, остатки перчика с моего парника и вот такая стручковая фасоль. Это тоже остатки из моего парника. И я, чтобы у меня все это не портилось, я решила сделать вот такое вот блюдо, которое будет очень вкусное. И, конечно же, еще лук. Все это буду делать я с соусом терияки. Я покупаю готовый соус терияки для сковородки вог. Получается очень вкусно. Опять же, как я сказала, буду подавать с рисом то, что тоже очень вкусно. Нарезаю. На самом деле, вот каждый раз я, когда делаю что-то в сковородке вог, я нарезаю, вот как нарежется. Я вообще не запариваюсь над тем, чтобы там все как-то было вот по-определенному. Как нарежется, так и нарезаю. Стараюсь так не сильно мельчить, потому что в сковородке вог все хорошо обжаривается. И чтобы вот это мелкое все не превратилось в кашу. Вот. И вот здесь вот как раз я буду обжаривать. Наливаю масло. Вначале обжариваю мясо до готовности. Потом уже добавляю овощи. И под самый конец уже у нас будет соус. Вот. И здесь как раз мне решил помочь муж. Он меня, кстати, вообще любит готовить именно вот в этой сковороде. Вот фасоль я предварительно, конечно же, отвариваю. Вот у меня здесь все подготовленные ингредиенты. И муж будет все это жарить, смешивать. Баклажанчики, фасоль. На самом деле блюдо получилось очень вкусно. Вот такой соус. Покупаю я его в ленте. Лучший я не находила. Стоит вот такой пакетик, что-то там 50 или 60 рублей. Иногда бывает дешевле, иногда бывает акция на него. Я тогда покупаю сразу там несколько штук, там 5, например, этих пакетиков. Они мне всегда пригождаются, потому что можно и просто овощи без мяса тоже с этим соусом будет безумно вкусно. Вот здесь вот уже приготовились все, ну практически готовы все наши ингредиенты. Вот на достаточно большом огне. Эта сковородка, кстати, она чугунная. Кукмара. Ее можно и на улице, то есть на костре прямо, да, на костер ставить. Ну вот на газовой плите готовлю. Мне очень-очень нравится. И вот как раз сейчас муж будет добавлять сюда соус терияки. Он, видите, такой очень густой. И получается вот просто любое блюдо с ним, с этим соусом получается просто нереально вкусное. Увидите этот соус, обязательно купите, попробуйте. Там они разные для разных блюд. На самом деле особого отличия я не увидела. Покупаю, какие есть. То есть там есть вроде бы для рыбы, для курицы, для мяса. Вот курица и мясо вообще ничем не отличаются. И вот такое вот у нас получается блюдо. Подавать его с рисом. То есть обычно я как бы рис и сверху выкладываю уже вот этот вот, вот эти овощи с мясом. Получается очень-очень вкусно. Так что советую. Видите, соус обязательно попробуйте. Когда у меня не было этой сковородки в окр, я делала все то же самое, только на обычной сковородке. И получается на самом деле ничем не хуже. Далее я буду делать куриную грудку в панировке. Любимое блюдо моих детей. Кстати, спрашивала там джуси, если вы видите на кадре есть. Если вы спрашивали, меня не надоело ли детям, я у них спросила. Нет, им не надоело. Вот они с огромным удовольствием едят. Видите, делюсь тут кусочками. Это я котам отложила. Они что-то не пришли у меня попрошайничают. Только собаки, как всегда, попрошайничают. Немножечко специи, соли, яичко, панировки. Панировка и на сковородочку быстренько обжариваю. Это с удовольствием будет есть мои дети. Вот. Теперь картошка наша. Вот так вот я ее раскрываю. Горячую раскрываю. Делаю надрезы, чтобы убрать вот эту шкурку, соответственно. И шкурку я раскрываю таким образом, чтобы ее не было в серединке. Вот видите, так вилочкой аккуратненько. И все разламываем и будем класть туда сливочное масло. У меня сливочное масло закончилось. Я вообще забыла, что у меня в доме нет сливочного масла. Поэтому я буду использовать масло ги, которое заказывала с iHerb. С ним, кстати, получилось намного вкуснее. Он такой более сливочный получился вкус. И оно прям обалденное. И самое главное, не забудьте посолить эту картошку. Нужно обязательно солить. Я иногда забываю. Вот. И, ну, как бы не соленая не очень, на самом деле, получается. То есть такая печеная картошечка. Сверху можно выложить любую абсолютно начинку, какую вы любите. Мясо, фарш, грибы, там. Все, что вот вам нравится. Все это, мне кажется, курица с грибами еще будет очень вкусная. И дальше мы снова отправляем в духовку. Буквально вот, ну, не знаю, пока сыр сверху не расплавится, да. То есть, ну, максимум минут на 10, там, в зависимости от того, золотистой корочкой вы любите или нет. Все, блюдо готово. Готовится долго, но практически не требует участия. И еще я решила накрутить котлеты. Ну уж, если готовить, то готовить вообще вовсю. Вот здесь я смешиваю булочку с луком. Одно яйцо добавляю. Ну, у меня фарша, на самом деле, не очень много, поэтому одно яичко. Сейчас еще специи буду добавлять. Кстати, мне очень понравилась вот эта миска, которую я купила в магазине Фамилия. Очень удобно. Она такая достаточно тяжелая, не елозит. И, кстати, котлетки я тоже буду обваливать в панировочных сухарях. Так любит мой муж. И потом я их еще буду пропаривать в воде. Я вам покажу. У меня есть такой лоточек. Ему уже много-много лет я бы его тоже заменила. Эмалированный такой. Но пока не нашла подходящую, скажем так, форму. И просто ставлю. Можно в духовке, кстати, так же вместе с водичкой. И они тогда получаются как бы вот эти панировочные сухари, то есть такая обжаристая корочка, а внутри они такие прям воздушные-воздушные. Именно для этих целей я их потом, скажем так, пропариваю, провариваю. Не знаю, как правильно сказать. Вот, формирую я такие котлетки достаточно плоские. А здесь мой муж как раз вот помог мне, натер свеклу, сделал. И вот такие вот блюда у меня получились. Не знаю, еще раз повторюсь, насколько времени мне это хватит. Вот у меня как раз вот в таком лоточке пропаривается плита, конечно, заранее извиняюсь, вся уделанная, пропариваются котлеты, да. Значит, свекла, которую мы съедим, вот получается свининка, а здесь говядина. Я что-то где-то пошло не так, видно, не нажала кнопочку, когда я ее делала. Я ее просто тушу с солеными огурцами, с луком. То есть сначала обжариваю говядину, потом добавляю туда немножко водички, огурцы, лучок, томатную пасту, специи, и все это какое-то время тушу, там буквально ну 30-40 минут, получается очень вкусно. Вот котлетки, заранее извиняюсь за плиту, вот я их поставила, наливаю просто водичку, включаю огонь, и они у меня как бурлят там, и получаются они такие прям, ну очень сочные, очень воздушные. Здесь наггетсы для деток, ну домашние наггетсы, это мои дети так называются, вот в этой коробочке, плошечки я называю, мисочка, но я почему-то их называю плошечка. У меня рис отваренный, просто рис, здесь вот моя любимейшая капуста, обожаю ее, не знаю. Вот здесь у меня гречка с грибами, вот, так что, и в духовке сейчас у меня доходит еще картошка, вот эта крошка-картошка. Вот здесь вот у меня рис. На самом деле, немного всего у меня, ну вот свекла, все, что было, да, мы ее несколько дней, наверное, будем есть. Вот, и вот это вот мясо еще, говядина, очень вкусное. Так что, вот такие вот блюда я сегодня наготовила, на самом деле, посмотрела видео, там что-то 15 с хвостиком минут, провела я на кухне полдня, даже больше, наверное. Ну, я там как бы отрывалась, конечно, вот, еще обедом надо было накормить. Сейчас будем ужинать, и еще, как минимум на 3 дня, мне должно вот этого всего хватить, чтобы кормить, чтобы просто разогревать все это, и разгрузить себя немножко готовкой, чтобы было время на другие домашние дела, в том числе, и вообще на какие-либо другие дела у меня было время. Вот как раз подошла моя крошка картошка, вот так вот она выглядит, очень вкусно, храню ее в холодильнике, этой же фольгой просто заворачиваю обратно. Вот, это любимое блюдо тоже моих детей. Вот, так что, на сегодня я уже буду тогда с вами прощаться, вот на такой вкусной ноте. Вот, видите, как у меня бурлят вот эти вот котлетки, чуть-чуть побурлят, я их выключаю, получается очень вкусно. Вот, я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, и до новых встреч!